Детское радио представляет Морские легенды Так, опять моя любимая энциклопедия кораблей. Открываем наугад. О, контики! Плод, на котором норвежский путешественник Тур Хирдал в 1947 году проплыл 8 тысяч километров по Тихому океану из Перу в Полинезию. Хм, капитан Бинокль. Интересно, а это зачем? Тур Хирдал и пятеро его помощников, Петя, были романтиками и энтузиастами. Они хотели доказать, что Полинезию, это острова в Тихом океане, освоили и заселили индейцы из Южной Америки. Для этого они решили повторить предполагаемый маршрут индейцев. И поэтому они поплыли на плоту, а не на современном корабле. Браво! Юнга! Вы схватываете на лету. Они построили плот из бальсы. А бальса это что? Бальса это самое легкое в мире дерево. Даже ты, Петя, сможешь поднять большое бревно в обхват толщиной. У бальсы отменная плавучесть. А, поэтому индейцы и строили из него плоты. Абсолютно верно. Они построили копию по рисункам в старинных документах. Плот назвали контики в честью легендарного героя полинезийских сказаний. Девять толстых бальсовых бревен скрепили без единого гвоздя веревками. Соорудили палубу из бамбука, поставили брезентовую палатку, мачту с парусом и отправились в плавание через океан. Так это же опасно. Тем более на таком ненадежном плавсредстве. Конечно опасно. Но на то они энтузиасты. Но чего только не пришлось им пережить. Штормовые волны накрывали контики. Любопытный кит чуть не разбил его ударом хвоста. Огромные акулы кружили возле плота, а иногда и пробовали его на зуб. Опасное плавание продолжалось сто один день. Интересно, а чем они питались-то столько времени? Они взяли с собой запас воды и пищи. Хотя пищи и так было предостаточно. Летучие рыбы порой сами запрыгивали на палубу. Течение само несло их, а постоянный попутный ветер подгонял плот. В конце концов, контики выбросило на Коралловый риф, где Хейрдала и друзей встретили местные жители полинезийцы. Это здорово, конечно. Но я бы лучше по океану путешествовала на чем-нибудь более серьезном. Морские легенды Редактор субтитров А.Семкин